А куда идти дальше, ты не знаешь. Вечно повторять и сказать, я мама, я минималист, не полы. Композиторство, ты не просто не можешь этому научиться за два месяца или два года. Ты даже рассказать об этом не можешь за 20 минут. А ты вдруг открыл для себя прерванный оборот и такой, ааа. Из-за недостатка знаний может казаться, что ты открыл что-то крутое, но на самом деле это не просто открыли уже давно, это уже давно заездили. Привет. Привет. Сегодня у нас необычная тема для разговора. Где-то год назад у меня вышло видео о моем пути к декаккорду. И я там обмолвилась немного о том, как я пришла к композиторству. В общем, чем я сейчас и занимаюсь. В основном применительно к своему инструменту, к десятистронной гитаре. Ну, я так мимоходом как-то по этому прошлась. И несколько недель назад под этим видео получила комментарий, где человек просит меня объяснить, как стать композитором. И, честно говоря, я две недели, ну, я, конечно, занималась своими делами, я сочиняла новую тему, кстати говоря, вот. Но мимоходом, как-то фоном я все думала, как же ответить. Я все пыталась как-то сформулировать. А что сказать-то вообще об этом? Потому что... Как стать композитором? Ну, никак. Вот как-то первое, что приходит в голову. Но тут я поняла, что, наверное, требуется не какой-то гайд или какое-то объяснение, потому что в данной сфере это невозможно. Это просто неприменяемо к этой области. Поэтому я поняла, что, наверное, нужно просто что-то типа дружеской беседы. И как-то так получилось, что вот сейчас где-то полвторого ночи я сижу на кухне и захотелось вдруг об этом поговорить. Вы же любите беседы на кухне? Вот я тоже люблю. И я подумала, что разговор об этом, наверное, хорошо получится именно в таком формате. И я постараюсь сказать то, что я могу об этом сказать. И на самом деле цель этого ролика это, наверное, помочь конкретно вот этому человеку, который задал этот вопрос, и помочь тем, кто этим же вопросом задается, помочь, наверное, тем, кто находится в таком же смятении, в таком же замешательстве, в котором я находилась, когда мне было лет 16. И я думала, как вообще, как быть вот с такими вот жизненными целями, и как к этому идти, как найти этот путь, и существует ли этот путь вообще, или его придется прокладывать. Начну с того, что, ну, я ни на что здесь не претендую. То есть если человек обратился именно ко мне с данным вопросом, то, наверное, он считает, что ко мне с этим обратиться можно, и он уже находит мой композиторский уровень достойным того, чтобы я отвечала на подобные вопросы. Но, естественно, кто-то может не согласиться с тем, что я скажу и так далее. То есть я оставляю для этого простор. Здесь вот данный ролик имеет своей целью именно помочь, если это получится. И сразу важно принимать во внимание вот какую вещь. Это разговор, ролик в форме разговора будет записан именно потому, что если ты видишь ВКонтакте рекламу, например, научу тебя петь за две недели, или сделаю тебя композитором за три месяца, или что-то такое, или хочешь освоить актерское мастерство, приходи к нам, и через два месяца, в общем, ты актер, мы тебе там поможем с пробами, там отправим на кастинги. Тут важно понимать, какой уровень тебе дадут, и на какой масштаб ты претендуешь. То есть если ты, кстати говоря, обращаешься с этим вопросом ко мне, то я тебе могу что-то объяснить с высоты того масштаба, на который мне удалось за эти годы зайти самой. С масштаба людей, которые достигли большего, чем я, которые меня в два или три раза старше, которые имеют больше опыта, больше достижений, я думаю, с их масштаба это будет уже немножко другой взгляд, как достигнуть тех высот, которых достигли они. Но, в общем, тут важно понимать, как раз к какому масштабу ты идешь, и какой именно уровень знаний тебе дадут, что ты сможешь делать, если ты будешь обращаться к каким-то гайдам, там, руководствам. Это я сейчас объясняюсь, почему в этом ролике я не дам тебе никакого гайда. И, кстати, давай договоримся, пока еще давайте договоримся. Это я запланировала вот такой ролик в форме такого душевного разговора, поэтому, наверное, комфортнее всего будет просто обращаться ты, как будто бы я разговариваю вот просто с тобой. Тебе дадут тот уровень, который, в принципе, возможно дать за три месяца. То есть представь себе меня, допустим, я никогда не стояла на коньках. Но, честно говоря, один раз стояла, сломала копчик, больше не стояла. Вот, представь себе, что я пошла на такие курсы, и мне пообещали, что за три месяца мне научат кататься на коньках. Но прикол-то в том, что да, действительно научат, но я смогу прокатиться перед своими друзьями, смогу, может быть, сходить с ними на каток и даже, может быть, не упасть. Может быть, даже смогу, если есть хоть какие-то способности, да, какие-то склонности, может быть, даже смогу сделать какой-то пироид. Но я думаю, это даже я хорошо так махнула, потому что не факт. Но на Олимпийские игры точно не поеду, то есть это понятно. Поэтому важно понимать, что когда ты выбираешь, да, в принципе, любую область, такие особенно узкие, как композиторство, писательство, сценарное дело, актерское мастерство и так далее, да, это вообще очень узкие ниши, которым нужно посвящать как минимум всю жизнь, минимум жизнь, да, нормально? Звучит. Вот. Но даже в профессиях, которые более распространены и которые оставляют тебе простор для личной еще жизни, даже в этих профессиях тебе нужно очень много времени посвящать этой профессии. То есть я хочу предостеречь сразу от такого, ну, бича нашего времени, то есть это всякие курсы там и так далее. Если ты к чему-то относишься как к хобби, исключительно как к хобби, ты, наверное, можешь как раз обращать внимание, направлять свое внимание в сторону курсов, марафонов там и так далее. Либо если ты хочешь прокачать один какой-то маленький навык, там ты плохо разбираешься в аккордах или, ну, это такие начальные как раз-таки уровни, вот. Но нет такого курса, который сделает из себя профессионала. И нет такого курса, который сделает из тебя талантливого человека. И, в принципе, нет ничего, что сделает из тебя талантливого человека. Это как раз попадало в номер один в таких профессиях. Начинать нам нужно с того, что, во-первых, есть у тебя это или нет. Вот есть у тебя, как называл это мой преподаватель в училище, есть у тебя божья искра или нет. И тут ты, наверное, на начальных этапах можешь судить только сам или сама. Потому что, ну, в детстве ты можешь заметить, в детстве или в подростковом возрасте, что, может быть, ты делаешь что-то, чего не делают другие. Может быть, никто вокруг тебя не сочиняет, а ты сочиняешь. Или, может быть, ты один из совсем немногих в твоем круге общения, кто сочиняет. И, то есть, ты уже видишь, что вот ты можешь что-то сочинять, опять же, на таком вот уровне, да, сочинять, а остальные нет. Это значит, что у тебя есть какая-то уже к этому, ну, как минимум, склонность. Ну, я так понимаю, если ты мне задаешь этот вопрос, это значит, что, наверное, эту склонность ты у себя обнаружил. Будем отталкиваться от этого. Потому что, если склонности такой нет, то здесь ничем ты не сможешь это компенсировать, к сожалению. То есть, если у тебя есть талант и нет знаний, к примеру, то ты сможешь делать хотя бы что-то. Если у тебя есть только знания, но у тебя нет таланта, то ты вряд ли сможешь сделать что-то, что действительно будет стоящим. Ну, вот все, наверное, пора заканчиваться вступительной частью. Хочется заканчивать с реверансами. Не хочется быть просто ни чересчур грубой здесь, ни чересчур оптимистичной. Золотую середину найти не так просто, но я стараюсь. Наверное, я начну с того, что просто расскажу про свой опыт, как я шла к тому, к чему я пришла. И также, наверное, я поделюсь своим мнением о том, на каком уровне я нахожусь сейчас. Сейчас я освоила игру на инструменте, который мне нужен, и получила много лет теоретической основы, которая я чувствовала нужна мне. И сейчас я сочиняю. И я чувствую себя, в принципе, достаточно свободно, но я все еще в процессе совершенствования. Но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что все люди творческих профессий все время находятся в процессе совершенствования. Потому что если ты не прогрессируешь, то ты регрессируешь, скорее всего. Я пошла в музыкальную школу в 11 лет, и как только я научилась извлекать несколько нот из своего инструмента, а это была классическая гитара, наверное, это было после второго или третьего урока, я сразу же сочинила 8 тактов пьески. Она называлась «Валлада Робин Гуди». Потому что тогда я открыла для себя натуральный минор и его чудесное звучание. Но тогда я еще не знала, что это натуральный минор, и поэтому думала, что я что-то открыла и наслаждалась этим. В этом как раз прикол того, когда ты самоучка, почему я решила быть не самоучкой. Прикол потому что в том, что тебе из-за недостатка знаний может казаться, что ты открыл что-то крутое, но на самом деле это не просто открыли уже давно, это уже давно заездили, это уже давно стало штампом, это уже давно стало баяном, который взорвали и выбросили на помойку, а ты вдруг открыл для себя прерванный оборот и такой «А-а-а-а-а-а-а-а-а». В общем, мне всегда не хотелось выглядеть нелепо. Вот хотелось что-то действительно создавать, а не изобретать велосипед и не изобретать колесо. Но в музыкальной школе я не особо, честно говоря, заморачивалась по тому, что я сочиняю, мне просто хотелось. Вот я сидела, отрабатывала что-нибудь, что мне задавали, и вдруг вот что-то я услышала, какой-то прикольный интервал, какое-то прикольное соединение интервалов, прикольное соединение аккордов, и давай вот вокруг этого как-то кружиться. Но как из этого дальше выйти, я не знала. Кстати, сейчас вот буквально вчера села разыгрываться, и как-то вместо того, чтобы разыгрываться, сочинила небольшой этюд. Но вот разница как раз вот с тем, что было, ну сколько это лет назад-то было, лет, ну я навскидку скажу, немного меньше 20 лет назад, и с тем, что сейчас, разница в том, что тогда я не знала, что делать, сочинив четыре такта, сейчас я знаю, как продолжить, как довести до конца, наконец-таки, ну и как самое главное выковырять из головы то, что в ней играет. И это как раз и есть, наверное, определяющий момент вот того, стоит ли тебе продолжать, стоит ли вот искать способы стать композитором, искать способы своего развития. Это у тебя играет что-то в голове или нет периодически? Возникает какая-то мысль, то есть есть ли у тебя вот эта так называемая боль? Понимаешь, я стала композитором, наверное, не потому, что я захотела. Я вообще хотела стать переводчиком, и очень любила английский язык, и очень преуспевала в его изучении, но, понимаешь, была боль в том, что вот я ходила в музыкальную школу и играла на гитаре, и я сочиняла какую-то фразу и не могла ее продолжить. И это, знаешь, такая боль, типа, как вот ты знаешь какое-то слово, и ты не можешь его вспомнить. Или ты помнишь какого-то актера, но не помнишь его имя, ты помнишь вот лицо, где он играл, но не можешь помнить имя. И вот не можешь и не можешь днями, месяцами, годами, а интернет отключили. И вот такая вот примерно у меня боль была вот с сочинением. То есть мне тогда не хотелось научиться сочинять, чтобы вы вот сейчас слушали там на Spotify, или чтобы покупали диски, там смотрели мои ролики на YouTube. Я этого даже не планировала, я об этом даже не думала. Просто вот такая была боль, что я сижу занимаюсь, вдруг я что-то сочинила, и не могу продолжить. Вот я это слышу, потом я даже дальше слышу, но пока начинаю искать это на гитаре, оно ускользает. Потому что и тут я пришла к тому, что у меня нет контакта с инструментом, естественно, откуда он там за пару месяцев игры возьмется. То есть пока я ищу и извлекаю другие звуки, они перебивают те звуки, которые звучат у меня в голове. Потом, через несколько лет практики, но не осознанной, а просто практики. Я же ходила в музыкальную школу, делала задания, учила пьесы. Ну и сам по себе как бы контакт с инструментом стал лучше. И потом находить то, что мне хочется, получалось быстрее. Но тогда я встретилась со следующей проблемой. Когда я заканчивала, например, сочинение мелодии или нескольких фраз, допустим, сочинила я 8 тактов или 16 тактов, и я понимала, что вот теперь у меня есть вот эти 16 тактов, но мне вроде я не могу сказать никому, что я пьесу сочинила, или если я кому-то начинаю, смотри, смотри, вот мам, я сочинила кое-что. И ты играешь, и ты-то рожал, извините, ну, час, например, или несколько часов, а потом еще несколько дней повторял и кайфовал. Мм, как здорово у меня звучит. Но садишься играть, и по факту это вообще 15 секунд. А куда идти дальше, ты не знаешь. Вечно повторять и сказать, мама, я минималист, не получится, да, потому что я не минималист. Мне хотелось идти дальше, а куда, я не знала. И долгое время, лет в 16 уже как раз вот тогда это началось, я страдала от того, что я начинала приклеивать, пришивать просто грубыми белыми нитками продолжение к пьесе, но это просто был другой кусок. То есть это никак вообще нельзя было называть целым, но я называла. Потому что у меня не было выхода, но я понимала, что это не то, что должно быть. А вот как понять, что должно быть дальше, я понимала, что теперь уже есть вот какая-то стена, которую мне нужно пробить, и которую я не могу пробить, я не могу просто пройти сквозь нее. Все, нужно время, время, которое ты будешь ковырять эту стену. И стена эта, как я поняла, к 17 годам стена эта называется музыкальное образование. Я думаю, как раз именно эта, именно эта та несформулированная проблема, которая вот возникает у тебя на пути, когда ты чувствуешь, что ты немножечко что-то можешь сочинять, но не знаешь, что с этим делать, даже, может быть, как это сделать красивее, не просто продолжить, а как даже саму свою фразу, саму свою мелодию сделать интереснее, или, может быть, ты находишь ее, но не в той форме, в которой она изначально у тебя прозвучала, или же в голове все звучало так здорово, а вот ты воплощаешь это на инструменте, и такое, типа, ожидание реальности. Вот. И это как раз музыкальное образование. Поэтому как-то так получилось, что я все больше и больше уклонялась в музыкальную деятельность, и получилось так, что я поняла, что это очень-очень для меня важно, то есть, ну, что я не смогу просто так от этого отказаться, и более того, я поняла, что это очень интересно, это то, что делает жизнь наполненной, вот когда у тебя есть вот эта боль, и вот ты решаешь эту проблему, и становится лучше, а потом возникает уже новая какая-то проблема на следующем уровне, и ты снова ее решаешь, и ты чувствуешь, что ты все время растешь, все время есть смысл жизни, и это здорово, и именно поэтому я решила забить на все обычные ожидания от меня, ну, окружающих людей, и заняться вот этим вот квестом. Я пишу кусочками по 10 минут, и понимаю, что уже 20 минут прошло, а я все еще рассказываю. Просто. Это такая большая тема, что композиторство, ты не просто не можешь этому научиться за два месяца или два года, ты даже рассказать об этом не можешь за 20 минут. В общем, я поступила в колледж искусств, я решила играть на электрогитаре, потом я сменила направление, я начала учиться играть на классической гитаре, но я поняла, что первое, что мне необходимо, так как я хочу не писать в отрыве там просто от реальности, для меня всегда была именно связь с инструментом очень важна, и я поняла, что мне нужно освоить, но действительно с полным пониманием, игру на каком-то инструменте, естественно, для меня это уже была гитара с детства, с 11 лет, и я поняла, что если я хочу писать для какого-то инструмента, я должна хорошо его знать. Есть, оговорюсь, композиторы, которые пишут для какого-либо инструмента, не играя на нем, они изучают там его диапазон, с приема игры там смотрят какие-то демонстрационные видео, как на нем играют, но это композиторы, которые уже умеют писать музыку, умеют писать музыку для других инструментов, то есть это просто уже профессионалы, и как бы когда ты имеешь какие-то, хоть какие-то уже более-менее нормальные представления о композиции как таковой, тогда, наверное, ты можешь написать и для инструмента, которым ты не владеешь. Ведь я делаю уточнение, пытаюсь объять необъятное, ну что с меня взять. Я поняла, возвращаясь ко мне, что мне нужно хорошо освоить игру на инструменте, я хотела писать именно для гитары или для гитары и чего-то, ну то есть меня просто больше всего привлекал именно этот инструмент, и я поняла, что я должна знать этот инструмент отлично, и уже придя в училище, я поняла, что я должна знать его историю, и что для него уже написано, я даже рисовала себе табличку, это уже на втором где-то курсе училища, табличку, такую с периодизацией, когда какие композиторы жили, как их жизненные пути пересекались, вот это вот все. Я пыталась узнать об инструменте все, и его историю, его настоящее, его какие-то разновидности, ответвления, и даже сейчас я смотрю и знакомлюсь с игрой гитаристов абсолютно разных направлений, и слушаю абсолютно разных инструменталистов, исполнителей на фортепиано, на электрогитаре, ну, в общем, электронных музыкантов. То есть это уже начинается момент кругозора, и плюс, что еще дало мне вот музыкальное училище, это, я думаю, то, что сам ты как раз дать себе не сможешь, и, наверное, ни в каком другом месте, кроме как музыкальном училище или колледже, ты тоже почерпнуть не сможешь, только там. Это очень важные предметы, такие как гармония, сольфеджио, музыкальная литература и музыкальная форма. Только музыкальную форму я, наверное, по значимости для композитора поставила бы на второе место после гармонии и сольфеджио. Хорошо сказала. Наверное, гармония сольфеджио, музыкальная форма, ну, и музыкальная литература, но музыкальная литература как раз тут не настолько ярко принципиально наличие преподавателя, как вот в остальных предметах, которые я перечислила. И когда я ходила на уроки по гармонии, я понимала, что это уже то понимание музыки, которое мне надо. Конечно, училище дает простой курс гармонии, ну, не теоретикам. То есть простые какие-то вещи мы там проходим, мы проходим сначала основные аккорды, мы решаем задачи в тональности, мы изучаем какие-то основные обороты, мы изучаем отклонения, модуляции, но все это, тем не менее, очень-очень важно, потому что дальше настраивать на вот этот каркас, на этот фундамент что-то уже поможет талант. А вот как раз вот этот вот каркас и фундамент это то, что я не могла дать себе сама. И мышление, это нужно просто понимать, сложно словами описать, но именно мышление мне дала гармония. И сейчас, играя на гитаре, все-таки я могу мыслить именно музыкой, а не мыслить грифом и позициями на грифе, соответственно, музыка, если ты просто играешь на гитаре и ничего не знаешь о музыкальной теории, музыка твоя может быть привязана просто к грифу, к формам на грифе, к точечкам на грифе, к передвигаемым на грифе квинтам, или ты изучишь расположение там разных гамм на грифе и будешь там по ним ковыряться. Но у тебя не будет именно мышления музыкой. У тебя не факт, что появится правильное, нормальное, которое тебе реально поможет, мышление в тональности. Если ты захочешь куда-то отклониться и смодулировать, не факт, что ты... Тут дело не в том, что ты сделаешь это правильно, кому какая разница, да? А в том, насколько тебе вообще адекватно, красиво это получится сделать. Плюс, чтобы удивить кого-то чем-то новеньким, важно знать, а что же у нас было старенького, да? Потому что если ты не знаешь, ты можешь пытаться удивить кого-то чем-то стареньким, но и удивишься, соответственно, только тех, кто совсем ничего не знает. Но я столкнулась в училище с другой немного проблемой. Я увлеклась именно игрой на инструменте, потому что игра на инструменте это очень тоже захватывающая вещь. Я увлеклась игрой на классической гитаре, начала есть по конкурсам, и в какой-то момент я вдруг поняла, что я не сочиняю. И когда какие-то мысли даже у меня возникали, какие-то идеи, я их откладывала, потому что я чувствовала, что нет, я еще не готова, я все равно не смогу. Я не смогу сейчас ничего показать, я все равно не научилась. И даже пришла к такой мысли, что лучше я буду хорошим исполнителем, нежели посредственным композитором. Потому что я тогда сделала такой вывод, что, наверное, если я уже провела три года на тот момент в училище, или четыре потом года, и до сих пор ничего толком не изменилось, это значит, что, наверное, ничего и не изменится. А вот играть на гитаре у меня получается очень даже неплохо. И я запланировала поступление дальше в музыкальный вуз. И, кстати, наверное, именно поэтому у меня и не стояло вопроса поступать на факультет композиции или на факультет классической гитары, потому что я просто решила продолжить именно исполнительскую карьеру и хорошо играть чужую музыку. Такие люди тоже нужны. Но, как оказалось, я, к счастью, ошибалась насчет себя. И был такой элемент везения именно в той академии, куда я поступила. Это была академия имени Маймолина на тот момент так называлась. И как-то подсознание меня, естественно, вело. Выбор преподавателя остановила на Никите Арнольдовича Кошкине. Вообще, то есть, изначально я собиралась поступать в Гнесинку, но получилось так, что я прознала, что можно поступить к Кошкину. И как-то подсознание само по себе кричало, что, блин, хотя бы общение даже с великим гитарным композитором, вдруг оно все-таки что-то во мне пробудет, вдруг я узнаю что-то важное, что-то, что я упускала. И, наверное, во многом я тут не прогадала. И помимо этого, везение номер два было в том, что тогда как раз в Академии появился курс основы композиции. Честно говоря, для меня это стало таким разрешением. То есть, мне не хотелось, уже живя вот столько лет в среде профессионалов, выдавать им какие-то гнусные поделки, вот как я могла бы назвать свои творения на тот момент. А тут предмет основы композиции это такое официальное разрешение. Ну, типа мы все что-то сочиняем, и я вот тоже принесу свое, и тоже получу какой-то совет. И на первый же урок по композиции в какой-то момент я перешла в класс композиции к Никите Кошкину. У нас пошло разделение. После нескольких теоретических пар можно было выбрать себе наставника «Фабрика звезд». И я, естественно, попросилась Кошкину, и я принесла ему свою идею. И, как ни странно, в общем-то, ну, в глубине души я уверила, что так и будет. Ему понравилась эта идея, и он сказал просто «Хорошо, но сделайте простую трехчастную форму, пусть это будет первая часть, напишите вторую». Ну вот как раз тогда именно написать вторую у меня, по-моему, так нормально и не получилось, а тот набросок у меня так и не сохранился, но какое-то внутреннее разрешение уже было получено. И к зачету по основам композиции я уже сочинила какую-то пьеску, но тогда, опять же, предостерегая обо всем, о чем только можно, тогда у меня был какой-то элемент подражательства, но не своему даже наставнику, а просто, в принципе, мне было страшно все-таки показать что-то необычное, и хотелось находиться в рамках привычных для всех каких-то форм и созвучий, и мелодики. То есть хотелось соответствовать, хотелось, чтобы это не слишком сильно как-то выделялось, чтобы это никого не шокировало. Лишь потом я поняла, что совсем недавно, что нужно вот просто в обратную сторону от этого двигаться, от этих убеждений. Вот. И получилось так, что ближе к концу академии, на третьем курсе, я решилась, я поняла, что ничего, кроме старых набросков у меня нет, я все, как только начала получать музыкальное образование, я поняла, насколько ничтожны мои мысли, насколько все вторично, насколько все глупо, но наброски вот еще из незамутненного сознания, вот из периода до музыкального образования у меня остались, то есть видишь, я и плюсы, и минусы тоже говорю, и подводные камни, такого огромного плюса, как музыкальное образование, тоже стараюсь осветить. Нашла старые я свои наброски и все-таки взяла и решилась показать их своему преподавателю. И он сказал, что... А что я раньше-то не показывала? Чего я раньше-то молчала? И он просто взял, отобрал одну из моих юношеских идей и сказал, вот ее нужно продолжать. Показал мне, объяснил, каким образом продолжать мелодию. Но дело в том, что тут я оговорюсь, у меня в подсознании все-таки всегда сидела мысль, что я все-таки не отступлюсь, и я все-таки стану композитором. И есть такой эффект, наверное, накопительный в спорте, может быть, его тоже можно заметить. Когда тебе кажется, что прогресса нет, вообще нет прогресса, но на самом деле просто все накапливается. На тот момент я уже и прочитала книгу под названием «Мелодия». Я, в общем-то, уже хорошо разбиралась в гармонии, я старалась быть лучшей по этому предмету и в училище, и, в общем-то, дальше. Историей музыки я интересовалась, я старалась много слушать. И как-то это все, вдруг я поняла, что вот кашка варилась, кастрюлька кипела, и вот крышечка начала не просто подниматься, ее просто в какой-то момент, вот в тот вот момент на третьем курсе Академии, ее вдруг просто сорвало. И я дописала эту пьесу, вот, которую мне было задано дописать, и она стала вот пьесой «Never mind the Mondays», и она уже есть на моем первом альбоме. То есть те пьесы, которые я начала писать с тех пор, они уже мне, в принципе, нравились, их получалось закончить, и получалось выразить то, что я хочу, и я поняла, что вот знание музыкальной формы на том уровне, по крайней мере, на котором я пишу. Я не интересуюсь, честно говоря, чем-то слишком серьезным, но я думаю, что если ты обращаешься именно ко мне, то тебя интересует тот пласт, тот уровень, на котором творю я, и поэтому я тебе, в общем-то, на твой вопрос отвечаю, вот как могу. И вот эти знания, которые я получила, я поняла, что просто тот багаж, за которым я пошла в 17 лет, потом я забыла вообще, что я, ну не забыла, я отреклась от него, как мне казалось, но он просто продолжал и продолжал накапливаться, и вот за, знаешь сколько, 4 года в училище, и 5 лет в академии, вот за вот эти вот, ну и 5 лет в музыкальной школе, но это, ну как можно брать в расчет, можно не брать, и вот за эти годы, посчитай сколько вместе, да, за эти годы я получила, вот уровень владения инструментом, уровень знания и понимания инструмента, знания его репертуара, знания, кто как для него пишет, знания гармонии, сольфеджио, музыкальной формы, истории музыки, и вот это вот все уже позволяет проявлять креативность. Сейчас у меня уже такое чувство, что я знала это все всегда, но вот этот путь в музыкальном образовании, он позволил это все просто как-то разложить по полочкам, сгруппировать, и когда мне что-то нужно, я просто знаю, с какой полочки это взять, я знаю, что я могу смешать это и это, и куда я могу пойти, и как бы, если я разрушаю каноны, я знаю каноны, допустим, или я, например, им следую, а не разрушаю, в чем-то следую, в чем-то нет, то есть это было такое, такой сбор информации, сбор опыта, который вот привел к тому, к чему привел, и теперь, наверное, заключительное, завершаем наш разговор, нашу ночную беседу, а для тебя, может быть, и не ночную, может быть, такое, что, знаешь, мой вот преподаватель по композиции, как раз Никита Кошкин, сказал такую фразу, умение ставить одну ноту после другой, еще не делает тебя композитором, я ее во многих своих роликах повторяла, и я ее все время держу в голове, и для меня это значит то, что ты пишешь то, что рождается у тебя в душе, в голове, в сердце, там, где угодно, а твои знания просто помогают придать этому красивую форму, помогают красиво это огранить и сделать из этого, ну, говоря современным языком, сделать из этого продукт, сделать из этого пьесу, но возвращаясь, вот делая такую арку к началу нашего разговора, если ну, ты переоценил степень своего таланта или же тебе просто именно хочется стать композитором, но творческих предпосылок для этого нет, то на самом деле ну, музыкальное образование будет просто тратой времени и ну, порчей жизни в каком-то смысле, то есть есть еще такая фраза можешь не писать, не пиши, то есть есть смысл посвящать этому жизнь, если тебе действительно есть что сказать и есть большая потребность это сказать и говоря о содержании музыки тоже, если тебе есть чем делиться, если тебе в принципе есть чем, я не могу сказать вот так вот пафосно, если тебе есть что сказать этому миру, я не знаю, есть ли мне что сказать этому миру, но есть чем поделиться, есть то, чем хочется поделиться со слушателями, есть то, чем хочется поделиться сейчас с тобой чем-то тебе помочь вот это есть и именно поэтому я до сих пор продолжаю именно поэтому тогда когда может быть я могла бы сдаться я не сдалась и получается что вот я иду к этой мечте уже более 10 лет это если преуменьшать то более 10 лет на самом деле наверное чуть меньше 20 плюс минус и надеюсь что этот ролик эта беседа как-то помогла также я поделюсь еще вот чем я перед тем как записать этот ролик беседовала со своим наставником и он описывал немного его путь и в принципе по большому счету он был аналогичным разница была лишь в том что он сразу понял что хочет стать композитором ему понял что нужна практика и он старался писать как можно больше писать вот просто вот каждый день писать 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 именно учиться на практике и тут разница была в том что он создавал много пьес и много он браковал много выбрасывал и вот таким образом потом выбрасывал меньше потом еще меньше и со временем пришел вот параллельно получаем музыкальное образование тоже полное и среднее и выше пришел уже к тому уровню и опыта и понимания который был ему необходим для достижения его уровня композиторского мастерства вот я же долгое время запрещала себе писать пока я не пойму как но по сути наверное у меня был получается где-то 10 лет перерыв полное затишье в композиции но я получается собирала армию знаний и когда армия собралась мы пошли в бой и но у меня ну как бы не очень большой пьес не очень большой процент пьес которые я именно бракую отправляю на помойку вот то есть у меня опыт просто набрался но не было практики а вот уже композиторские техники и как бы сумели написать вот это сумели читать вот это вот этим я как раз занимаюсь именно сейчас но уже у меня есть знание которые мне в этом очень сильно помогают но вот так вот я постаралась осветить тебе свой путь а если как бы как какие-то композиторы не имеющие музыкального образования и вот все равно все равно достигшие каких-то высот которые те впечатляют имеются я уверена такие есть то каким путем шли они естественно я сказать не могу но я думаю они все равно посвятили очень много времени именно изучению теории то есть возьми судьбу любого из композиторов которые жили в то время когда еще музыкальных колледжей музыкальных академий не было они сами изучали партитуры композиторов которые жили до них они слушали их игру они приходили на их концерты они изучали контрапункт тогда да вот они они очень много времени все равно посвящали образованию просто им было сложнее у них не было такого места куда можно прийти и тебе все объяснят за много лет они это все постигали сами и я думаю может быть тратили даже гораздо больше усилий чем мы когда нам объясняют дают домашние задания направляют и так далее но путь познания музыки это не ролики как работает музыка да а путь познания музыки долги серьезный и крайне интересный это неизбежная вещь которую тебе нужно обязательно приложить к своему таланту потому что талант без подкрепления теории мне кажется он немного беспомощен и он блуждает в темноте и ему тяжело вот знание без таланта они возможно они высокомерные возможно вот возможно они тоже беспомощные но они творческие беспомощные и это не интересная история по моему но если талант у тебя есть тебе необходимо его подкреплять знаниями и практикой и опытом надеюсь я тебе помогла ну и пост скриптум если ты настолько увлеченную и увлечена этой темой что ты досмотрел этот 40-минутный ролик до конца и все равно остались неотвеченные вопросы то обязательно пиши в комментариях я поболтать тоже люблю не только поиграть на гитаре и посочинять и мне наверное было бы интересно рассказать о тех именно способах то есть этот ролик такой обзорный обо всем отвечая на общий вопрос отвечает такой вот душевной беседой но возможно мне было бы интересно рассказать именно о тех подходах к написанию музыки которые я вывела для себя вот те которые для меня работают которые мне нравится их несколько я не пишу по одному конкретному вот шаблону естественно и не использую лишь один подход подходов к написанию музыки у меня и у других композиторов их обычно несколько иногда даже много поэтому о них тоже можно было бы поговорить и в общем если какие-то темы вам для разговора интересны в этой области в этом направлении или в каком-то близлежащем то пишите в комментариях и мне также очень интересно насколько вам нужны вообще вот такие ролики где я разговариваю и что-то рассказываю насколько это нужно и полезно насколько это был бы может быть интересный раздел на канале ну и что ж до новых встреч я скоро порадую вас новой музыкой я две пьесы уже практически закончила который мне не терпится с вами поделиться то есть скоро будут две премьеры так что до новых встреч оставайтесь а если вам понравилось вообще на моем канале то зайдите осмотритесь тут есть моя музыка может быть она вам понравится